МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 января в Петропавловске прошла факельная эстафета 28-й Всемирной зимней универсиады. Огонь соревнований торжественно зажгли возле главного корпуса СКГУ имени Монаша Кузыбаева. Зимняя универсиада – одно из самых значимых международных событий этого года. Молодежные игры четырехлетия в Казахстане пройдут впервые. Этот флешмоб в поддержку спортсменов подготовили именно студенты. Танцуя, они образуют форму символа состязаний. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот и символ предстоящей Всемирной зимней универсиады. Сокол Сункар олицетворяет наших спортсменов. О том, что нашей республике выпала честь принимать студенческие игры, стало известно в 2011 году. Тогда и началась масштабная подготовка. В столице Игр Алматы возвели спортивные объекты. Обучили сотни волонтеров. Во всех регионах упорно тренировались спортсмены. В честь нашей области будут защищать 8 североказахстанцев в трех спортивных дисциплинах. Гонкобесцы. Роман Крич, Федор Андреев, Иван Оржанников, Татьяна Климук, Светлана Мальцева, Мария Громова. В лыжных гонках Ренат Мухин. В керлинге Дмитрий Горогуль. Давайте вместе поддержим наших земляков и пожелаем им только победы! Право зажечь чашу огня предоставили главе региона Ерику Султанову и ректору СКГУ Серику Амирбаеву. Эстафета огня началась. Первым факел нес Акимобласти. Нужно было пробежать 200 метров. Общий маршрут 12 километров. Его преодолеют 60 человек. Маргарита Мукашева, второй факелоносец. Бег занятия всей ее жизни. Член основного состава национальной сборной страны по легкой атлетике. Маргарита всегда с блеском преодолевает дистанции намного больше сегодняшней. Но эти 200 метров особенные, отмечает легкоатлетка. Как для нее, так и для всей страны. Я не могу сказать, что это легко. Но, наверное, эмоции и поддержка зрителей окружающих придала сил. Сегодня пишется история мирового спорта. Я желаю нашим спортсменам представлять Казахстан с гордостью на этих соревнованиях. На улице Мира эстафету огня передают мастер спорта международного класса по баскетболу Михаилу Дедову. Он дважды становился чемпионом Центрально-Азиатских игр. Уже 15 лет он возглавляет детско-юношескую школу «Барск» в Петропавловске. Очень непросто. Именно уже когда проходит этот все, сам этап ты уже проходишь, ощущаешь, что замерзаем немного. Но это не сопоставимо с теми эмоциями, которые когда несешь в факел. Победу только Казахстану, естественно, чтобы мы были первые, чтобы достойно выступили. Петропавловцы приветствовали факелоносцев. Радостно махали флажками, снимали происходящее на телефоны. Эстафета продолжилась уже на улице Жамбыла-Жабаева. Здесь с факелом бежал многократный чемпион мира Виктор Сайко. Четыре раза его достижения попадали в Книгу рекордов Гиннеса. Это удивительный праздник. Это праздник молодости, праздник красоты. За последние годы в нашей области и в республике построены замечательные спортивные сооружения. Созданы все условия для хорошего занятия спортом. И я хочу пожелать сборной Казахстана и особенно тем восьми человекам от нашей области высоких спортивных результатов. Среди факелоносцев и те, кто всю жизнь посвятил спорту. Ветеран Виктор Бондаренко отмечает, быть частью этого мирового события для него большая честь. Я считаю, что этим самым мы поможем всем нашим участникам за его победные места, потому что мы вместе с ними будем побеждать. Последние 200 метров до Дворца спорта Александра Винокурова факел в руках у Назгуль Маратовой. Именно ей, чемпионке Казахстана подзюдо, предстоит отправиться вместе с огнем универсиады в Алматы. Это огромная честь для меня. 16 факелоносцев из каждого региона примут участие в торжественной церемонии открытия универсиады 2017. Очень рада, что я стану свидетелем этого события. Яркая акция завершилась на ледовой арене Дворца спорта. Здесь зажгли лучину, колбус огнем закрыли. Но совсем скоро мы увидим его на торжественной церемонии открытия 28-х всемирных студенческих соревнований. Она пройдет в воскресенье 29 января в Алматы. Исполнение бюджета Петропавловска и районов в 2016 году. Социально-экономическое развитие региона и реализация плана нации – 100 конкретных шагов. Эти вопросы стали ключевыми на заседании областного акимата. 37 миллиардов 560 миллионов тенге поступило в прошлом году в местную казну. План удалось перевыполнить почти на 4%. На 7% больше получили и районы – 19 миллиардов 146 миллионов тенге. А вот в областной бюджет поступило финансов меньше запланированных. Не исполнили задания 7 районов. Плохо сработали в прошлом году и по сбору индивидуального подоходного налога. Исполнение доведенного плана в разрезе районов и города Петропавловска характеризуется следующим образом. Город Петропавловск сверхплана поступило 252,4 миллиона тенге, что составило 103,3%. Таньшинский сверхплана поступило 3,3 миллиона тенге, что составило 105%. По остальным районам области прогноз не исполнен. Средняя зарплата в регионе – 94 895 тенге. В сельском хозяйстве чуть больше 79 тысяч. В докладе Натальи Дышкант и о госзакупках 2017-го. В этом году местные исполнительные органы запланировали 19 тысяч сделок почти на 47 миллиардов тенге. Чтобы своевременно освоить выделенные деньги, крупные конкурсы уже должны быть объявлены. Однако далеко не все районы это сделали. По максимуму закончить работу нужно уже в марте, поручил Ерик Султанов. Главная цель – правильно провести и реализовать все программы, которые у нас есть. Только два Акима района, Аиртаусский и Жамбылский, 45% объявили, а остальные не соизволили, большинство из них. В 2016-м в области удалось добиться роста по многим показателям, отмечает руководитель управления экономики Арсен Казбеков. В частности, в одном из ключевых секторов – сельском хозяйстве. По итогам 2016 года в данной отрасли объем продукции вырос на 1,8% и составил 416,7 миллиардов тенге. Свыше 20 тысяч голов скота приобрели сельхозформирование в рамках госпрограмм. В результате увеличили производство мяса на 1,3%, на 4,3% молока. В региональную карту ввели 20 новых проектов почти на 8 миллиардов тенге. Таньшамай и Петропавловский тракторный завод – масштабные достижения ушедшего года. Всего в рамках индустриально-инновационного развития реализовано 9 проектов. Это позволило создать больше 300 рабочих мест. Еще 140 создали благодаря возобновлению деятельности пяти простаивающих производств. И дальше увеличивать долю промышленности в воловом региональном продукте поручил глава региона. Мы получили заказ подвольского завода по энергетике. Мы получили заказ сейчас тюменских нефтяников на шесть буровых машин. Это прорыв, это хорошая перспектива для наших производств. Такую работу вы должны провести каждый в своем районе, с каждым промышленным производством, с каждым объектом переработки. Наряду с крупными предприятиями не забывать и о малом-среднем бизнесе. Для начинающих предпринимателей есть немало госпрограмм. Инструментами господдержки североказахстанцы пользуются активно. В прошлом году в рамках дорожной карты бизнеса в регионе освоено 2,2 миллиарда тенге. Одобрено больше 300 заявок. Мы по мини-кредитам в этом году выйдем на 50-55% больше мини-кредитов дадим. Правда, там и сумма увеличена на 17 миллионов. Но я думаю, не надо увлекаться 17 миллионами. Надо также продолжать 1 миллион, 1,5-2 миллиона, чтобы в личном подсобном хозяйстве, сейчас на ЛПХ обращают большое внимание, и субсидии пойду туда. Продолжить работу по привлечениям инвестиций в районах – еще одно поручение Акимам районов от главы области. В прошлом году в экономику Северного Казахстана вложено больше 165 миллиардов тенге иностранного капитала, строительство жилья и социальных объектов, реконструкция дорог и системы водоснабжения. Работа будет продолжена и в 2017-м. 2 955 километров имеют предельный износ магистральных групповых водопроводов. Мы сейчас ведем работу по заключению кредитного соглашения с Исламским банком, Европейским банком. Если мы этот вопрос решим, то мы, конечно, восстановим наш водопровод. Вся работа в прошлом году была организована в рамках плана нации «100 конкретных шагов». Каких показателей удалось достичь по двум институциональным реформам – индустриализация и экономический рост – докладывает Арсен Казбеков. Закончилась акция по легализации. В регионе активно внедряется система кооперации на селе. В 2016-м их стало 129. Реализуется проект «Орлео» для повышения уровня жизни социально уязвимых слоев населения. Поэтапно школы переходят на 12-летку. Вступил в силу новый трудовой кодекс. В 2017-м работа для достижения пяти институциональных реформ В Петропавловске прошло расширенное совещание по вопросам развития семеноводства и сорта обновления. В нем приняли участие казахстанские и российские ученые, местные аграрии и представители отечественных заводов по производству минеральных удобрений. Таким составом собираются, чтобы поговорить о весеннеполевых работах. Здесь речь, безусловно, идет о главном поручении главы государства Усэна Абишназарбаева. Он везде говорит о том, что мы должны поднять производительность труда в сельском хозяйстве. И всегда мы сравниваем особенно успешные западные страны Канаду, Европу. И я могу привести пример. Если в Казахстане производительность труда в сельском хозяйстве 1,3 миллиона тенге на одного работающего, в северном Казахстане 1,7 миллиона тенге, этого все равно недостаточно. Мы имеем 5 тысяч долларов против 25-30 тысяч долларов. То есть какие огромные резервы, которые мы вот такими нашими встречами должны кардинально изменить и поднять. Главная тема совещания – сорта обновления. В прошлом году североказахстанские аграрии выращивали урожай на 4 миллионах 400 тысячах гектаров. Элитными семенами засеяли порядка 108 тысяч гектаров. Средняя урожайность этих посевов составила 32 центнера на круг. В этом году на поддержку семеноводства в регионе затратят 573 миллиона тенге. Адербек Сапаров отмечает, покупка качественных семян не только повысит урожайность. Государствам предусмотрена поддержка в виде субсидий до 70% от их стоимости. Кстати, в 2017-м казахстанских аграриев ждут изменения. Предлагается в структуре посевных площадей уменьшение доли пшеницы до 46%, это в целом по республике, с увеличением площади масличных до 17%, кормовых культур до 15%, увеличение объема использования минеральных удобрений до 16%. В этом году в Северном Казахстане планируют вдвое больше использовать удобрений. Но этого недостаточно, говорят на встрече. Сеять пшеницу лучше до конца мая, использовать фунгициды и минералы. А еще североказахстанским аграриям нужно опасаться большого количества осадков. Последние годы активизировались такие болезни растений, как септориоз, бурая и степлевая ржавчина. На будущий год, конечно, эту солому нужно перемешивать с почвой и его убирать. Во-вторых, все-таки нам нужно идти на сокращение посевной площади пшеницы. Во-вторых, нужно двукратную фунгицидную обработку посевероказахстанской области. Уже все хозяйственные субъекты должны запланировать. Немаловажный фактор успешного земледелия – диферсификация. Ученые считают, пора больше выращивать масличных, кукурузы и сои. Эти культуры на рынке и популярнее, и дороже. После совещания сельхозтоваропроизводители смогли напрямую подписать договоры на поставку минеральных удобрений с компаниями «Казазод» и «Казфосфат». С руководителями этих заводов глава региона Ерик Султанов заключил меморандумы о сотрудничестве. Подписание меморандума с Акимом области об увеличении поставки фосфорных минеральных удобрений в Северно-Казахстанскую область два раза в три раза для нас является приоритетным и, с одной стороны, радостным событием. Я думаю, что это наш вклад. В первую очередь, увеличение объема зерновых и увеличение качества данной продукции. Мукаш Искандаров заверил, цена на удобрения не вырастет. В Северный Казахстан в этом году они поставят 70 тысяч тонн. Это предварительные заказы. Объемы будут зависеть от активности сельхозформирований. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. В селе Новонекольском открылись два новых комплекса – физкультурно-оздоровительный и животноводческий. Местный бизнесмен Геннадий Зенченко построил их за собственные средства. Площадь здания больше полутора тысяч квадратных метров. Все сделано по современным стандартам. Здесь есть спортплощадка для волейбола, баскетбола, мини-футбола, тренажеры, зал для фитнеса и бассейн. Это были планы покойного Геннадия Ивановича, и их притворил жизнь Геннадий Зенченко. Я хочу выразить слова благодарности компании, руководителям за то, что у них такая высокая социальная ответственность перед населением. Но поскольку это наше передовое хозяйство сегодня работает в шести населенных пунктах, очевидно, что эти люди будут заниматься здесь. И я уверен, что в будущем мы будем, во-первых, массовость поднимется здесь, в этом хозяйстве. И самое главное, скорее всего, мы получим еще очень сильных спортсменов, которые будут защищать честь нашей страны. Обошелся он в 240 миллионов тенге. С открытием физкультурно-оздоровительного комплекса здесь появились новые рабочие места. Штат тренеров, медиков и обслуживающего персонала укомплектован. В Новонекольском живут около полутора тысяч человек. Много молодежи. В спортзале уже идут первые занятия. Местные ребята говорят, будут усиленно тренироваться и станут чемпионами. Гордятся, что у них теперь свой дворец спорта. Такие объекты есть не в каждом селе и даже городе. Я живу в селе Новонекольское. Выступаю за ВК Куаныш, город Петропавловск. У нас есть селе сборная волейбольная. Мы выступаем на районных соревнованиях. Я занимаюсь лыжами и ориентированием. Но теперь буду заниматься на тренажерах волейболом и баскетболом. Мы выезжаем в район по зимнему президентскому многоборию, по летнему президентскому многоборию. Сама участвую в зимнем президентском многобории, в летнем. Спасибо Геннадию Геннадию и Геннадию Ивановичу за такой комплекс. Мы его не подведем. Будем работать, будем стараться. А это животноводческий городок компании «Зенчин Кайка». Здесь появились три новых отделения. В коровнике 326 мест. Эти черно-пестрые буренки раньше были на привязи, теперь без. А в родильном зале одновременно поместятся 135 голов. Коровы содержатся в комфортных условиях до отела и после. Новый телятник оборудовали боксами белорусского производства. А в рационе у телят кислое молоко. Такой корм имеет высокую питательную ценность. Реконструкция шла целый год. Животноводческий комплекс расширяют, чтобы было больше крупнорогатого скота, а соответственно и сырья. Сметану, кефир и другую продукцию здесь делают только из собственного молока. Стараться будем как-то закрывать рынок молока. Почему? Потому что сегодня сырья не хватает. Сегодня говорят, «Зенчинка» туда поставляет молоко. Я отвечаю вот здесь лично сам, чтобы все люди слышали. Те объемы, которые мы раньше поставляли на Петропавловск, они как были, так и остались. Как мы поставляли на Астану в объемах, так и поставляем. Курган – это совсем уже другая тема от развития была. И скажу однозначно и доверительно, чтобы все понимали правду, которую я сказал, что сегодня везде не хватает. 18 тонн сегодня молока не хватает на Астану, 12 тонн молочной продукции не хватает на город Петропавловск, и 6 тонн не хватает на город Курган. Сейчас в хозяйстве идет реконструкция еще одной базы на 260 голов. Геннадий Зенченко говорит, развитию помогает государство, а бизнес, в свою очередь, демонстрирует социальную ответственность. В среду 25 января глава региона Ерик Султанов посетил ряд объектов областного центра. Это один из залов Петропавловского цона. Наплыв горожан хоть и есть, но небольшой. Самая популярная процедура с недавнего времени – регистрация. В день с этим вопросом к специалистам обращается до полутысячи клиентов. Пришла прописаться и Елена Молчанова. Говорит, специально отпросилась с работы. Времени потребовалось совсем немного. Сначала мы взяли согласие, бланк согласия, потом нам нашли адресную справку, потом мы заплатили госпошлину и прошли в зал, где нас прописали. Все очень быстро. Я была всего лишь 15 минут. Работу ускорили благодаря дополнительным окнам. Раньше было одно, теперь 10. Услуга доступна и в режиме онлайн. С начала года зарегистрировались уже свыше 7 тысяч североказахстанцев. Пройти процедуру можно в любое время. Работаем по графику с 8 до 8 вечера. Также организована работа и в субботу, и в воскресенье. То есть с 7 числа начиная, вот скажем, праздничный день был, мы с этого дня начинаем. На сегодняшний день цон работает без выходных. Существуют и мобильные цоны. Но процесс регистрации можно сделать еще удобнее, говорит Ерик Султанов. Вот я приехал на полгода, допустим, чтобы я не искал цон, в аэропорту получил. Можно, да. Все, вопрос нет. Также это касается железнодорожного и автовокзалов. Следующий объект в маршруте – Петропавловский тракторный завод. Он работает с июля 2016-го. С декабря, кроме батыров, здесь выпускают пассивные комплексы. Четыре уже отправили в Мамлюцкий, Тимирязевский, Исильский и Таиншинский районы. Сейчас изготавливают еще шесть. До конца года сделают 30 тракторов. И столько же комбайнов, обещает генеральный директор завода Сергей Шинкаренко. Стоит такой тандем 49 миллионов тенге. Решается в городе и квартирный вопрос. Это микрорайон Орман. Здесь 12 построек. Спроектировали их еще в 2011-м. Из 12-ти три разобраны, 9 можно будет восстанавливать. Ну, а разобранные фундаменты же есть? Фундаменты есть, да. По задумке эти дома должны быть 12-ти и 14-ти квартирными, рассказывает проектировщик Павел Воропаев. Глава региона отмечает, можно сделать и 20. Выгодно нам его построить. Это будет значительно дешевле, чем, скажем, мы будем строить новое жилье. Здесь мы эти квартиры, пусть до 150 будет, или 180, можем отдать под арендную коммунальную, то есть нашим очередникам. Здесь у нас транспортное сообщение хорошее. Если мы теплотрассу проведем, вода и канализация, электроэнергия есть, то это будут полностью благоустроенные, значит, современные дома. А этот пустырь в поселке Солнечном скоро обживут горожане. Здесь вырастут порядка 200 домов. Проект по подведению инженерных коммуникаций сейчас в разработке. Миллиард, на этот миллиард что мы можем сделать? Ну, воду обязательно проведем. Так, что еще? Воду, электроснабжение и дороги. Нет, дороги на миллиард нельзя рекомендовать. Немного, да? Да, дороги надо с местным бюджетом. Один квадратный метр здесь обойдется в 100 тысяч тенге. Как будут реализовывать жилье? Пока рассматривают два варианта. По линии жилстройсбережений и по программе Нурлыжер. В Петропавловске прошло первое в этом году заседание Совета областной ассамблеи народа Казахстана. В 2016-м казахстанцы отметили 25-летие независимости страны. В нашем регионе прошло более 2000 юбилейных мероприятий различного формата. Приветствуя членов областной ассамблеи народа Казахстана, ее председатель Ерик Султанов отметил, «Теперь необходимо сохранить заданный темп работы. Предлагают посвятить этот год активной популяризации идеи казахстанского патриотизма». Текущий год ознаменован рядом значимых событий, юбилейных дат. В первую очередь проведение международной выставки «Экспо. Энергия будущего в Астане». 28-й зимний университет в Алма-Ате, который откроется на этой неделе. Мы в четверг будем стартовать уже здесь. Кроме того, Казахстан начнет исполнять свои обязанности непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Также в этом году пройдет юбилейная 25-я ассамблея народа Казахстана. Исполнится 25 лет вооруженным силам и принятие государственных символов. Состоится пятый всемирный курултай казахов. Таким образом, сегодня определены основные приоритеты идеальной информационной работы на предстоящий год. Я думаю, что этнокультурные объединения в области примут активное участие в проведении празднования этих событий. Детально о том, какую работу проделали представители АНК в ушедшем году, рассказывает Наиль Салимов. В 2016-м в регионе открылись 12 советов матерей, теперь их 38. А в конце года появился 25-й областной этнокультурный центр «Грузинский». Члены ассамблеи активно принимали участие в государственных и национальных праздниках. Есть планы и на 2017-й. В приоритете программа «Идентичность единства», рассчитанная до 2020 года. Идет дальнейшее развитие системы советов общественного согласия, формирование системы медиации Ассамблей народа Казахстана и благотворительности Ассамблей. Говорили на совете и о деятельности армянского культурного центра «Кентрон» – областного совета матерей. А председатель Курдского этнокультурного центра «Барбанк» предложил создать советы общественного согласия на крупных предприятиях города и области. Многие предприятия у нас частные, и многие вопросы решаются единолично. И поэтому много спорных вопросов возникает. Вот когда создается совет общественного согласия, эти вопросы решаются коллегиально. Участники встречи также утвердили состав Совета областной ассамблеи народа Казахстана. А глава региона вручил всем председателям этнокультурных центров удостоверение. Объединение «Таджикская община» Самунион-Север. Эрик Султанов вкратце рассказал об итогах социально-экономического развития нашей области. По словам главы региона, все планы выполнены. Больше североказахстанцы стали производить товаров, ремонтировать дороги и привлекать инвестиции. В Петропавловске планируют построить еще две школы. В марте начнут возводить теннисный корт. Вместе с тем необходимо использовать все резервы сельского хозяйства, отмечает первый руководитель Северного Казахстана. Это то, на что обращается внимание глава государства и всегда говорит о низкой производительности труда в сельском хозяйстве. 1,7 миллиона мы имеем выше, намного чем, скажем, в республике, но в то же время. 1,7 миллиона – это примерно 5 тысяч долларов на одного работника, когда в мире от 25 до 40 тысяч в сельском хозяйстве. То есть, хватает резервов. Технику, казалось бы, мы уже имеем, такую же, как, скажем, в Америке или в Канаде или в Европе. Но надо делать, значит, заниматься технологиями, глубоко перерабатывать нашу продукцию. Только в результате этого мы сможем достигнуть высокой производительности труда. Члены областной ассамблеи попросили Ерика Султанова оказать содействие в расширении площади здания Дома дружбы. Говорят, культурных центров стало много. Глава региона предложение поддержал и поручил составить проект на сметную документацию. Какой будет конституциональная реформа и когда ее примут? Депутаты областного Маслихата обсуждают обращение президента. Напомню, свои планы Нурсултан Назарбаев озвучил в среду. Делятся впечатлениями. Говорят, перераспределение власти приведет к еще большей демократизации общества. С огромным вниманием 25 января мы прослушали обращение президента нашей республики Казахстан. На самом деле это обращение не может не волновать, потому что за 25 лет наша страна стала сильным государством. Сегодня наверняка необходимы большие перемены. Радует то, что делается ставка на молодежь, будет создаваться молодежный парламент. Радует то, что теперь госпрограммы будут закреплены за министерствами. И что честь полномочий президента нашей республики будет делегирована в правительственные органы. Вопрос перераспределения власти возник в результате последовательного развития страны. Шаг этот своевременный, говорит главный врач Таиншинской центральной районной больницы Анатолий Рафальский. Какой наша страна была в 90-е и какой стала четверть века спустя. Благодаря мудрой президентской политике удалось построить сильное государство. Это хорошая основа для усиления самостоятельности и ответственности правительства. Отмечает Рафальский. Слушать обращение было без волнения нельзя. Но с другой стороны, вот когда президент выступал, то какая-то гордость в душе была за республику, за президента, за нас. То есть мы дошли до такой черты, до такого рубежа, где можно и нужно что-то менять. Впервые тему перераспределения полномочий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поднял в декабре во время торжественного собрания в честь 25-летия независимости страны. За это время специальная комиссия изучила этот вопрос и сформировала предложения по изменению Конституции. Они стали главной темой дискуссии по всей стране. По словам секретаря областного Маслихата Владимира Бубенко, перед депутатами шестого созыва стоит важная задача. Необходимо активно работать со средствами массовой информации и своими избирателями по разъяснению и обсуждению обращения президента. Сбор мнений и идей в регионах пройдет до 26 февраля. Затем все предложения передадут рабочей группе по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. Они будут проанализированы и направлены президенту страны. Редактор субтитров А.Семкин